Перед началом данного видеоролика, ребята, рекомендую вам подписаться на один очень крутой, интересный игровой канал. Здесь предпочтительно у нас выходят, соответственно, стримчики, то есть данный автор проводит у нас прямые трансляции. Ну и естественно, как я могу не поддержать его своими мини-конкурсами на различные рулеточки. Для участия, опять же, ребятам, нужно будет просто подписаться на его канал, ну и естественно, заходить от меня, передавать ему приветики. И вы будете участвовать в конкурсе, даже можете на секундочку выиграть 700 коинбокс-контейнеров. Итоги будут каждый день на прямых трансляциях у меня. Поэтому всем советую, ссылочка на этот канал будет в описании, залетайте и передавайте от меня приветов. Всем привет, дорогие друзья, с вами Вайдер, и сегодня мы с вами записываем ролик по Танечкам Лайн, и мы находимся на тестовом сервачке. На самом деле он открыт уже достаточно давненько, и здесь у нас тестируются очень интересные вещи. А именно, новые иконки, новый гараж, и прям активно, очень-очень активно. Я так думаю, в скором времени, прям вот буквально может быть с недели на неделю, этот у нас интерфейсик появится. И я, соответственно, решаю на себя взять такую ответственность, дабы записать данный видеоролик и показать, что вообще из этого получится, выйдет, и как вообще это все у нас будет дело происходить и выглядеть. Я так думаю, вам тоже интересно, потому что, может быть, многие у нас уже подзабыли, поэтому показываем и представляем, как это у нас все будет именно в гаражике. В битву, кстати, тоже зайдем, в битве я у нас особо не был, но, тем не менее, я вот здесь посмотрел, увидел, что устройства новые имеются. Да, кстати, ребят, не звать, пожалуйста, про свой царский лайк, естественно, под данный видеоролик. Потому что лайки, это, как говорится, двигатель прогресса, и не звать, так же писать комментарии. Ну и участвовать в конкурсе на 60 ультраконтейнеров. Для участия, опять же, нужно поставить лайк, подписаться на канал, написать комментик. И самое главное, поставить текст датя контента в вайтер в настройки своего аккаунта. Так, вот здесь у нас уже иконочки эти измененные имеются. Как я понимаю, разработчики пришли именно к вот такому вот виду. Так они у нас будут выглядеть, потому что такой вид у нас держится уже, ну, очень-очень давненько. И, как я понимаю, это все будет вот именно вот так, да. На самом-таки деле, что хочется сразу сказать по поводу этих устройств. Да, вот так вот выглядит у нас теперь штучка, которая называется наркой. Внизу, соответственно, написано, сколько всего показано. И на самом-таки деле, вот эта вот штука, не знаю почему, но мне как-то прям супер понравилась. Прям-прям... Ёпт его. Извиняюсь. Просто на пол хлебала, соответственно, наркой здесь у нас. Нормально. А я у нас даже особо не ожидал увидеть именно такого количества. Давайте прикупим, посмотрим, как эта у нас штука будет выглядеть. Может быть, себе дрончика еще возьмем, дабы протестировать это все дело в битве. Нифига себе, что-то, что-то, что-то такое огромное, это я не могу понять. Вот, короче, вот так у нас эта штука выглядит. Так, здесь у нас есть дополнительные модули, а вы их не видите, потому что я у нас закрываю вебочку. Вот так, соответственно, у нас все смотрится. Гэска аккуратненько, соответственно, вот эти кнопочки. И вот в миниатюре, как выглядят вот эти иконки на корпуса, в принципе, меня вполне-таки себе устраивает. Опять же, если зайти, ну, условно говоря, адреналин, почему-то мне показалось сейчас плюсиком, как будто, как будто, как будто, как будто, как будто это что-то у нас связанное с лечением. Так, давайте мы с вами буквально прикупим, наверное, по одному устройству. Я у нас еще ничего не брал, ничего не покупал, поэтому... Ох, сейчас вот эти вот всякие, да-да, учить меня будут всему делу крепостному, да? Ну, и здесь наденем, условно говоря, какой-нибудь иммунитет, оглушение, чтобы разного цветов у нас это все дело выглядело. И теперь, когда мы заходим, соответственно, мы увидим, что оглушалочка таким цветом, а это у нас обозначено таким. Причем, что меня очень сильно удивило, что, допустим, не только теперь нужно вглядываться в то, что ты имеешь, а можно по цветам определять. Единственный вопрос, конечно, у меня остается к цветовой палитре, связанной с иммунитетом от поджога и иммунитета теми, почему они одинаковые, наверное, цветов других не нашлось, но да ладно. Хе-хе, я, как говорится, уже здесь у нас не советчик особо, да? Облегчение конструкции вверх-вниз, такие скобочки, не скобочки, а стрелочки, извиняюсь, тоже, наверное, не совсем будет удобно смотреть, хотя, может быть, я вполне таки себе ошибаюсь, и это все у нас дело будет выглядеть вполне таки себе симпатично, но мы себе тоже немножечко это все подпрокачаем дронечкой, возьму я себе, наверное, какого-нибудь, ну, пусть будет ловкач, то же самое мне, в принципе, не принципиально, потому что мы сейчас толком играть не будем, зайдем буквально на пару моментиков таких, посмотреть, что там у нас с катками происходит, может быть, там тоже что-то у нас изменится. Вот, по поводу защиты, защита у нас тоже, небольшие, небольшие виды изменения в защите у нас тоже имеются, вот так, соответственно, они у нас выглядят, я, наверное, куплю себе буквально по одному слотику, дабы просто у меня это все дело было, блин, а нет, наверное, мне нужно же еще полностью, а хотя у меня же там устройство на пушку не куплено, я не знаю, у нас сейчас есть некоторые обновы, которые не позволяют сделать 999 GS, да, но давайте на всяк пожарный я у нас прикупил себе 4 модуля, мы себе тоже это все по бырику, по шурику прокачаем, посмотрим, но, скорее всего, в битве кого-нибудь, да, я увижу с GS-кой в 4 девятки, поэтому, если что, увидим, посмотрим, поглядим, и заценим, как это у нас все дело выглядит, по поводу припасиков я, опять же, сказал, что, ну, охренеть, какие у нас стали размеры этого всего дела, поэтому здесь придираться особо не стоит, магазинчик закрыт пока, по поводу настройка, появились какие-нибудь новые настройки, графика, так, 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 фпс, небо, динамические тени, динамические тени, мягкие частицы, туман, пыль, сглаживание, много дупо, вроде бы, нет, ничего у нас толком здесь такого прям суперинтересного не появилось, вот, единственное, что я хочу, боевой интерфейс немножечко уменишь, потому что он у меня стоит на 80 по дефолту в игрушке, так, здесь у нас тоже ничего такого прям сверхъестественного нету, ну, да ладно, короче, теперь у нас заходим непосредственно в биту, мне интересно посмотреть, как это дело у нас будет выглядеть, потому что, когда я у нас, допустим, играю даже сейчас на основных серверах, я там у нас эти типа новые иконки вижу, то есть, ну, иконки, опять же, условно новые, там вот такие размеры, как говорится, опять же, огромные, у некоторых маленькие, такие аккуратненькие, а есть люди, которые, соответственно, как-то там меняют, что-то изменяют, и в итоге у них иконочка прям супер-мега-огромная, не знаю, с чем это связано, не знаю, как это сделать, но иногда такая штука у нас появляется, но да ладно, об этом мы с вами поговорим немножечко попозже, может быть, а может быть, я у нас про эту тему забуду, и вообще вам ничего не расскажу и не покажу. Так, смотрим, глядим, по поводу ГСК не изменилось, кстати говоря, вот то, о чем я говорил еще в прошлом видеоролике. По поводу этого дела у нас также все есть, там у нас показывается устройство, по тапчику, кстати говоря, устройство показывается намного прикольнее, если навести на какого-то чувачка, сразу видно его резистики. Вот единственное, что мне, опять же, немножечко неприятно и немножко неудобно, возможно, будет смотреть и ориентироваться первое время, потому что я привык сейчас нажимать на тап и смотреть по факту, сколько у нас, соответственно, людей от тебя имеет защиту. Здесь же, как я и говорил, вот эти вот, соответственно, резистики, вот эта вот полоска, показывают сразу общее количество чего, от кого у нас есть. И нетрудными, соответственно, математическими действиями можно понять, что у команды противников имеется два резиста от огнемета, один от херпой миками, кого? Ракета, минки, вулкан, я так предполагаю, и, ёпаре, что-то, вот это зашли у нас рафлакеки, чей еще добавили мне здесь. Но вот это, скорее всего, рельса, да? А это что, это гаусс у нас такой? Смоки, это смоки, это именно та пушка, на которой я у нас играю. И сразу показывается, сколько, допустим, у врагов есть резистов от смоки, да? Ну да, по факту оно так и есть. Ну вот, говорю, прикольненько это сделано, прикольно, но, блин, как же к этому нужно будет привыкать? Как же вот к этому нужно будет привыкать? Немножечко, вот опять же, есть некоторые такие сомнения у меня в плане вот этого всего дела. И я еще не знаю почему, но вот ты сам по себе показываешься в табе, как-то он, ну вот я тоже особо себя у нас не вижу, не знаю. Вот вы видите, да? Я у нас вот чувак на третьем месте, я прям слабенько-слабенько так подсвечиваюсь. Как-то ни обводочки никакой, чтобы сразу выделялось, на каком я у нас месте. Нужно посмотреть по никным. И я, конечно, понимаю, что, возможно, в условиях реальной битвы это будет у нас и так, ну, грубо говоря, понятненько, и все будет четко, и в этом плане никаких проблем у нас не будет. Но вот привыкание, опять же, это дело такое. Просто по поводу привыкания, тоже хочется небольшие, соответственно, такие штучки рассказать. Может быть, даже какие-то советы мейбер-разработчикам у нас раздать. Не знаю почему, но до сих пор приходят люди такие на стриме и спрашивают, типа, а что тебе больше нравится? Не хочешь ты вернуть себе флэши? Как вернуть, соответственно, себе вот это флэшовское оформление? Вот в этом плане, конечно, тоже есть некие, соответственно, препятствия. Может быть, разработчикам тоже, как с интерфейсом вот этой нарки, стоит сделать два разделения. Типа, есть новое разделение вот это и, соответственно, старое. Кто у нас не хочет переучиваться, тот просто ставит галочку и поставит себе старое оформление. Кто, соответственно, хочет чего-то нового постигать и более, соответственно, удобные вещи использовать, тот ставит у нас новое. Может быть, так у нас тоже будет в каком-то плане интереснее сделано. Опять же, не знаю что, но, 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 но может быть, потому что вопросы от ребят у нас такие имеются. Вопросы ребят такие задают, а значит, это все-таки в какой-то степени является актуальной такой вещью, актуальной штучкой, поэтому почему бы, как говорится, и нет. Ладно, на этом с вами будем заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свои царские лайки. Также не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами был Вайдер, всем пока-пока!